всем привет и хорошего настроения сегодняшний наш рассказ посвящен вот такому интересному аппарату выпускавшемуся 50-е годы прошлого века пришедшему на смену всем известным патифоном помните были такие механические устройства для воспроизведения звука со старинных старых шелочных вот таких пластинок патифонных тяжелых звонких еще не виниловых которые первоначально играли проигрывались на граммофонах такой большой красивой трубой вот потом на патифонах и далее это все для народа был выпущен уже электрический вариант выгодно отличавшийся от патифона тем что его не нужно было заводить крутить вот эту вот рукоятку и так герой сегодняшнего нашего ролика электропроигрыватель эльфа давайте назовем его так потому что марки на нем я не нашел на самом но зато вот здесь на внутренней стороне его крышки этого чемоданчика имеется надпись эльфа с логотипом стрелой пробивающий некий круг а также с крылышками и надписью мэп ссср наверное министерство электропромышленности ссср вот такой вот чемодан выполнен он как и все патифоны чемоданном формате собран в корпусе коричневого цвета из карболита карболит это такая предшественница современных пластмасс или предшественник карболит мужского рода карболит этот в общем он является предшественником всего того многообразия пластических масс которые более поздние годы широко вошли в наш быт собственно говоря карболит это прессованная нечто типа вроде бумаги со смолой вроде эпоксидной значит соответственно прессование под давлением при высоких температурах в специальных пресс-формах придает вот ему вот такой твердый вид и нужную ему компоновочку вот из этого карболитом довольно тяжелого но довольно красивого и модного сейчас изготовлен этот чемодан довольно увесистый чемодан с кожаной рукояткой и вот такими круглыми вращающимися замочками чтобы надежно так сказать закрыть зафиксировать эту карболитовую крышечку выполнен он достаточно скажем так аккуратно приятен на ощупь на вид на цвет для украшения выполнены такие ребристые значит на нем выступы или наоборот впадины благодаря этому он имеет привлекательный внешний вид со скругленными углами как закрыл теперь открыть не удается итак откроем за чемодан и познакомимся с ним поближе значит под крышкой находится так сказать по-английски турн тейбл панашинский и п.у. электро проигрывающие устройства она состоит из массивного хотя достаточно пассивного на вид на достаточно легкого по сути алюминиевого диска вот такого видим с подшипником в виде шарика с толстой осью слепмат здесь выполнен из высококачественного хорошего такого синенького войлока а может шинельного сукна я шучу по фактуре напоминает солдатское одеяло ось его помещается в подшипник вращения подшипник скольжения без всяких роликов и шариков вот все на хорошей отечественной консистентной смазки вот а под диском находится вот такой прорезиненный промежуточный ролик который соприкасается с двух диаметровой до звук диаметровой насадочкой на ротор двигателя на навал двигателя собственно говоря то есть что меня удивило и поразило данный электро проигрывающий агрегат давайте назовем все-таки электрофон хотя электрофон назвать его мы не можем почему объясню позже в общем данный электро проигрывающий агрегат имеет две скорости вращения 78 оборотов привычную и необходимую для телефонов и граммофонов и 33 оборота что меня удивило для уже долгоиграющих пластинок в то время соответственно значит они уже появились поскольку вот эта скорость здесь имеется и вот она переключается вот этим рычажком никелированным кстати таким довольно красивым значит соответственно этот аппарат был предназначен для проигрывания не только шеллачных 78 оборотов пластинок но и уже появившихся в то время вот таких вот виниловых так их тогда называли долгоиграющих пластинок на 33 оборота что еще из органов управления мы можем обнаружить на панели электро проигрывающего устройства этого агрегата здесь мы видим переключатель напряжений сети на 220 27 и на 110 соответственно вольт рядом с ним находится беленькая кнопочка включателя в сеть нажимаем на нее диск начинает вращаться в данном случае со скоростью 78 оборотов если хотим переключить скорость то таким образом пардон это было 33 то вот таким образом переключаем на 33 циферки здесь выштампованы прямо на карболитовой же панели электро проигрывающего устройства этому читаем и не очень хорошо но тем не менее вот 78 вот 33 видите как все просто вот собственно говоря все органы управления данным аппаратом потому что собственного усилителя мощности он не имеет никакого вот этот его массивный тонарм тоже выполнены традиционно из лица как и все в этом аппарате он соответственно напрямую выводы от него идут через такие приятные провода в матерчатой оплетки которым раньше снабжались утюги и паяльники вот через такие провода значит выводы от тонарма идут на внешний усилитель должны подсоединяться к какому-либо внешнему усилителю вот в нашем конкретном случае он подсоединен к усилителю радиолы ригонда но на самом деле звуком я вас не порадую потому что головка звукоснимателя пьезокерамическая размещенная в этом тонарме она к сожалению со временем умерла и такую головку найти найти сейчас практически нереально вот что-то надо пытается изобразить может быть что-то мы услышим с вами это будет жалкое подобие музыкальных звуков предупреждаю сразу так что не обессудьте и так тонарм тонарм закрепленный на данном электропроигрывающем устройстве он имеет собственно говоря следующие органы управления и регулирования регулировки скорее вот здесь видите бегающий вот такой вот шпенек как правильно назвать пупочка пупочка она перемещается вдоль тонарма вперед-назад для чего это сделано это сделать для того что там внизу под тонармом во внутренней поверхности тонарма я даже сейчас покажу тонарма тут на самом деле оказывается так легко снимается перемещается если вам видно массивная металлическая пластина таким образом мы регулируем прижимную силу все просто гениально прижимную силу так сказать иглы к пластинке чтобы она минимально портила диск и в общем-то не соскакивала не перескакивала с дорожки на дорожку вот собственно говоря то головка которая он говорил которая пришла в негодность которая у меня сожалению новое нет а починить старую боюсь будет мало реально надо что-то придумывать это головка снабжена пьезокерамическая мощной иглой металлической иглой которые так сказать снабжались и патефоны тех времен вот то есть это вот именно так не корунт не алмаз спасибо боже мой именно мощная металлическая игла которая может быть сменена путем вкручения выкручивания вручную вот этого винтика находящийся на танцы на торце тонарма и мы соответственно эту иглу может поменять насколько я знаю металлическая патефонная игла она предназначена для проигрывания максимум трех-четырех пластинок потом она затупляется или затупливается и ее необходимо менять вот чтобы так сказать этот процесс максимально упростить и убыстрить вот есть под такой сдвижной кругленькой крышечкой но и откроем видим гнездышко такое полустирической формы и в нем лежат запасные иголки запасные иголки для того чтобы можно было оперативно их взять и поменять что меня еще сказать для меня явилось открытием в этом гнездышке я нашел иглы иглы двух типов одна вот обычная металлическая пятифонная а вторая иголка она несколько странной формы и другого цвета коричневатая и на конце ее имеется как бы вставка не находится игла более тонкая по диаметру вероятнее всего эта игла предназначена для проигрывания пластинок на 33 оборота то есть у нее другой скажем так радиус заточки и она предназначена именно для того чтобы меньше травмировать и портить нежные виниловые диски вот еще и органов регулировки если мы вот этот винтик который находится в торце и предназначен для фиксирования иглы покрутим вверх-вниз то от этого меняется положение головки звукоснимателя в тонарме и вероятно от этого тоже что-то зависит может быть тембр звучания может быть сила прижима может быть угол так сказать наклона иглы пока это я не совсем понял вот инструкции на этот аппарат у меня к сожалению нет вот таким образом он организован вот таким образом он сделан про все рассказал здесь видите выходит два проводка один из них зеленый это собственно провод для включения аппарата в сеть а второй провод коричневый это для подключения его внешнему усилителю оба провода заканчиваются обычными двух штырьковыми вилками ну штырьковыми вилками вниз что вилка для подключения к усилителю она состоит из двух отдельных штекеров можно было воткнуть в розетку с различным расстоянием между гнездами в ригонде частности расстояние между гнездами меньше нежели у других радиол которых расстояние между гнездами как в обычной розетке вот для того чтобы это сказать после прослушивания радиолу можно электропроигрывающие устройства можно было закрыть здесь крышки имеется выемка в которую входят эти шнурочки и мы значит естественно после прослушивания достаточно герметично можем этот чемодан закрыть но давайте все-таки на всякий случай попробуем ее послушать я вас предупредил что звуки будут самые ужасные и неожиданные но вероятно что-нибудь мы услышим хоть головка и пришла в полную негодность так возьмем виниловый пардон шелачный конечно же диск на 78 оборотов ленинградского завода 50 года выпуска судя по госту министерства культуры ссср и послушаем какую-либо народную композицию сейчас все здесь написано что там записана песня приходите свататься на музыку новикова вот на слова васильева исполняемый хором русской народной песни всесоюзного радио вот не знаю разберем ли мы хоть слово в этой замечательной вероятно песня давайте нажмем клавишу пуск клавишу play оборот у нас выставлены и попробуем что-либо услышать на этой пластинке пускаем то нам в них в них и а и 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 ПЕСНЯ 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 Действительно, сыграет ли он нам пластинку на 33 оборота. Возьму вот диск, который совершенно не жалко. Не знаю, что на нем написано. Что, вернее, на нем записано. Поставим. Да, как-то совсем печально воспроизводит он эту музыку. Если прижимать иглу немножко рукой, то что-то становится слышным. Ну, как вы видите, достаточно верно выдерживает даже скорость 33 оборота. Я даже распознал некоторые слова песни. Вероятно, стоят девчонки, стоят в сторонке исполнения. А, Мария Пахоменко, вот, нашел надпись на диске. Вот, вероятно, вернее, возможно, если немножко поковыряемся с этой головкой звукоснимателем, то что-нибудь полезное мы ее и, так сказать, сделаем. Меня заинтересовала следующая, так сказать, вещь. А какова, интересно, сила прижима этой иглы, сила приведенного давления к диску. Возьмем вот такие китайские весы электронные. И давайте мы с вами взвесим, насколько-таки эта игла давит на пластиночку. Вот, переведем рычажок противовеса в заднее левое положение, то есть это минимальный прижим. Поставим иглу на весы. 12,9899. 13 граммов сила давления иглы на пластиночку. Да, изрядно. Если учесть, что грамма 2 давит пьезокерамическая головка, и там доля грамма магнитной головки, представляем, что, как фрезеруют пластинки, данный звук и снимает. А ежели мы переведем рычажок в крайнее переднее положение, то есть максимальное давление на иглу. Давайте поглядим. 27,35 грамма. Почти 28 грамм. Каково давление остальной иглы на пластинку? Ну, неудивительно, что иглу приходилось менять после 3-4 пластинок. А пластинки менять, наверное, после 3-4 игл. Вот на такой технике наши с вами бабушки, дедушки слушали, возможно, мамы, папы слушали, соответственно, диски в те далекие уже от нас 50-е годы. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать про этот замечательный карболитовый чемодан. Надеюсь, что я его отреставрирую, что-нибудь придумаю с головкой и покажу вам его все-таки во всей красе. Хотелось бы. Большое спасибо за внимание. Всегда с вами Сергей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!